всем привет с вами снова вирусоид сегодня хочу рассказать вам о том как пофиксить зависание нестабильный фпс и также различные микрофризы которые возникают в результате игры call of duty warzone допустим вы исключили все остальные факторы это не правильные драйвера установлен на вашу видеокарту вы установили их с официального сайта у вас свежая видеокарта rtx дальше стабильный интернет с высокой скоростью без потери пакета все это дело вы уже нашли на других сайтах проверили да и в принципе все в порядке у вас с оборудованием но каким-то образом у вас появились лаги и зависания в call of duty warzone чаще всего это может быть связано с тем что вы просто поменяли железо на старом железе все было стабильнее вы поменяли новое железо более мощно у вас начались зависания скажу сразу что первоочередно данная игра использует наш центральный процессор он же cpu который в основном дает производительность данной игре на втором месте идет уже видеокарта от частоты оперативной памяти игра в принципе никак не зависит поскольку я ее тестировал на памяти частотой 3000 3200 3 600 никакой разницы я вообще не увидел тестил и на процессорах райзен и на процессорах intel единственное если у вас оперативная память спустится до частоты 2 133 примерно по дефолту то конечно же вы заметите просадки это к бабке не ходи у вас будут нестабильные кадры и прочие проблемы но сейчас поговорим о процессорах дело все в том что изначально игра может не стандартным образом использовать какое-то странное число ваших ядер и из-за этого у вас будут появляться просадки и зависания как-то было у меня обновился я на новый процессор со своего старенького райзен 3600 на новый ай 9 9900 кей что я получил огромный прирост fps процентов на 40 он стал выше но я получил зависание то есть бегу я в игре например на секунды две три зависает игра потом отвисает либо меня уже убили либо я метров на 100 убежал вперед это конечно же было некомфортно крайне и я решил как ты эту проблему решить но к сожалению в интернете не нашел решение данные проблемы я случайно лазил по сайтам потусторонним американским и в итоге нашел форум на которой эта проблема на английском языке была объяснена с процессорами райзен как повысить fps в итоге я посмотрел увидел нужную меня информацию и начал тестировать в итоге я пришел к тому заключению что да реально эта тема работает и вам советую также проделать со своим процессором обращаемся проводник или можете зайти в мой компьютер здесь находим папку документы в документах call of duty modern warfare и в ней папочку players здесь будет куча различных файлов нам нужен именно вот этот и dv options открываем его это блокнотный документ здесь нас интересует строчка renderer worker count это количество работающих рендеров то есть ну так на косноязычном переводе в общем здесь нужно прописать ваши ядра которые используются в процессоре не те ядра которые у вас идут потоки а именно физические ядра то есть у моего а и 98 ядер у райзена 3 600 6 ядер у райзена 2 700 x также 8 ядер ну и вообще всю эту информацию по количеству ядер можно посмотреть на официальном сайте каждого из процессора чтобы быть достоверным выставляем сюда максимальное количество ядер у меня их 8 нажимаем файл сохранить если у вас здесь вы открыли знаете что в процессоре 8 ядер он использует 7 или у вас 6 ядер он использует 3 немедленно меняем на нужное количество ядер и вы увидите насколько у вас изменится игра если же у вас стоит нужное количество ядер но у вас почему-то какие-то проблемы и вы понимаете что что-то не так с игрой она что-то подтормаживает у вас зависает пробуйте поставить в два раза меньше ядер здесь то есть не 8 а 4 условно формула выглядит так делите 8 на 2 и получаете ваше количество ядер ну или также число x это количество ядер делим на 2 получаем нужное нам число все просто никакой тут высшей математики нету но объясняю как говорится на пальцах уже как есть это реально поможет разницы в своем процессоре между восьми четырьмя ядер ядрами я не заметил но скажу что разницу между семи ядрами и восьми видно колоссально поскольку 7 ядер это какое-то нечетное количество он начинает тупить зависать и лагать вот поэтому надеюсь данная информация поможет хоть кому-нибудь это уже значит что я сделал видео не зря оставляйте свои комментарии обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами как всегда был вирусоид желаю всем удачи и пока